Факт это вы признаете их? Да, эти сотрудники осуществляли слежку за врагом народа, изменником родины Навальным. Это естественно, это входит в их служебные обязанности. Вот точка. Вы же следите за российской сценой, обратили внимание, ну, все затмило вот эта публикация о Навальном, но сколько же, какая масса разоблачений идет сейчас параллельно, и адресованных против Ковальчука, и адресованных против Нарышкина. Это же все люди ближайшие к Путину, это те люди, на которых Навальный вот в своем до новичковском периоде не осмелился замахиваться. Ведь ясно, что Навальный пользовался информацией, которая тоже его снабжалась из структуры, из окружения Путина, но не такой степени близости к Путину чувствительной, когда сегодня он вынужден был объясняться о похождениях своего зятя Шаламова, оправдывая, что это его бывшие зятя. А вот, кстати, в Карабахской войне пикантнейшая деталь. Руководитель российской военной разведки катается, как в свое время, помните, была такая проститутка-рыбка, каталась на яхтах Дерипаса. Да, да. Так вот этот Нарышкин, как рыбка, катался на яхтах... Азербайджанского олигарха. Азербайджанского олигарха, да. Встречался с членами семьи Олеви, то есть картина поражения становится уже абсолютно позорной. А вот этот обмен ударами означает, что верхушка понимает, что пахан опущен. Это даже не заговор против Путина. Это уже в осознании того, что Путин уходит, борьба за посты, которые освободятся после ухода Путина. И очень характерно, что удары силовиков направлены на личное окружение Путина. Вот Ковальчук, Ротенберг, Тимченко, вот эти мультимиллиардеры, которые благодаря своей личной близости Путина обладают громадной властью, но у них нет никаких постов. И я думаю, что такие типы, как Бортников, Патрушев, они как раз готовят операцию по их максимальному очернению, чтобы от этих людей избавиться в первый же день после падения Путина. Я довольно много прожил, и я помню, я был еще совсем подростком, но я уже тогда интересовался политикой. Ситуация напоминает в Москве сейчас зиму 1952-1953 года и зиму 1951-1982 года. Что было характерно? Верхушка понимала, что хозяин уходит, и различные кланы сражались между собой. Абакумов с Берия, Щелков с Андроповым, взаимные аресты, внезапные смерти. Вот то же самое сейчас и происходит в России, в Москве. Они делят шкуру еще не совсем убитого медведя, но явно направляющегося к выходу. Уважаемый Андрей Андреевич, напоследок, если можно уточнить, как вы думаете, как перетусуются кланы в этой борьбе? То есть это пойдет какой-то силовой блок, армейский блок, или это все будет пропускаться через пальцы олигархов российских или международного уровня российских олигархов, которые будут финансировать те или иные телодвижения спецслужб? Вот путинский помет олигархов, он будет зачищен. Вот те, которые я перечислил, силовиками. Решающую роль, конечно, будут играть силовики, связанные с спецслужбами. Ну, если это...